Добрый день, уважаемые студенты. Тема сегодняшнего нашего занятия – экономическое, духовное и культурное развитие Узбекистана в годы независимости. Узбекистан и мировое сообщество. Завоевание государственной независимости создало благоприятные условия и широкие возможности для определения собственного пути социально-экономического развития. Суверенная республика встала на путь формирования социально ориентированной рыночной экономики. Учитывая стартовые условия состояния экономики республики, низкий жизненный уровень населения, сложную демографическую ситуацию и опираясь на международный опыт и собственный потенциал природных, сырьевых и трудовых ресурсов, в Узбекистане разработали свой путь перехода к рынку. Их путь состоит в следующем. Во-первых, полная идеологизация экономики. Экономика должна иметь премиоритет над политикой. Во-вторых, главным реформатором в этот сложный переходный период должно быть государством. В-третьих, весь процесс обновления и прогресса должен строиться на правовой основе. В-четвертых, социальная ориентированность экономической политики. И в-пятых, становление рыночных облачений должно осуществляться постепенно, поэтапно. На основе данных принципов была разработана стратегия экономических реформ. На первом этапе важнейшими ее задачами было определение конечной цели социально-экономических преобразований, переход от централизованной, основанной на административно-приказной системе экономики, к рыночным отношениям от одного качественного состояния общества к другому. При переходе к современным рыночным отношениям необходимо было решить две взаимосвязанные задачи – покончить с тяжелыми последствиями административно-бюрократической системы и сформировать основы рыночных отношений. Наиболее важным направлением экономической реформ стали формирование и дальнейшее укрепление конституционно-правовой основы реформ, формирование новых форм собственности, приостановка упадков производства. В начальный период стала создаваться законодательно-правовая база, на основе которой было принято около 100 законодательных и нормативных актов. При президенте Узбекистана был создан специальный межведомственный совет по вопросам экономических реформ, предпринимательства, иностранных инвестиций, начатое разгосударствование собственности. На первом этапе экономической реформы изменили форму собственности в основном предприятия торговли и бытового обслуживания, предприятия транспорта и строительства, предприятия промышленности по переработке сырья. Большая часть жилищных зданий была приватизирована бесплатно, часть из них была передана владельцам на льготных условиях. В сельском хозяйстве за короткое время 770 коллективных и государственных хозяйств были преобразованы в арендные и общественные хозяйства. Важным итогом разгосударствования на первом этапе явилось начало формирования класса собственников. Становление класса собственников осуществлялось двумя путями. Во-первых, путем широкого развития частного предпринимательства и малых предприятий. Во-вторых, путем вклада денежных средств в банки и заберегательные кассы или путем обмена их на ценные бумаги. Важное значение при переходе ко второму этапу разгосударствления собственности сыграло постановление Кабинета Министров Узбекистана по 21 января 1994 года о дальнейшем углублении экономических реформ, защите интересов частной собственности и о мерах по развитию предпринимательства. Введение в обращение с 1 июля 1994 года национальной валюты явилось решающим условием успешного решения задач второго этапа реформы. Создание акционерных обществ открытого типа, выпуск ценных бумаг, аукционные торги и недвижимостью стали новой ступенью дальнейшего углубления экономических преобразований. Наиболее важные отрасли промышленности, геолого-разведочные, топливно-энергетический комплекс, средства связи, транспорт не подлежали и приватизации. В таких отраслях, как золотодобывающее, хлопкоочистительное, горная промышленность, 51% акций были оставлены в руках государства. Важнейшим принципом перехода к рыночным отношениям является осуществление гарантированной социальной защиты населения. Малообеспеченные, многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты, пожилые люди находятся в центре внимания государства. Стабильность социально-экономической и политической жизни страны открыли широкие возможности иностранного капитала. В этом отношении большое значение имели законодательные акты, принятые Оли Мадлисом в 1998 году, об иностранных инвестициях и правовые гарантии интересов иностранных инвесторов и о мерах их защиты. Торгово-экономические договоря, подписанные с 25 странами, способствовали расширению торговых отношений Узбекистана с развитыми странами и эффективному использованию иностранных инвестиций. В последние годы Узбекистан привлекает все большее внимание зарубежных инвесторов, желающих выгодно вложить свои средства на развитие экономики Узбекистана. Стабильная внутриполитическая обстановка, поступательное социально-экономическое развитие, создание соответствующей законодательной базы и условий для эффективной деятельности иностранных инвесторов в Узбекистане и защиты их интересов, все это содействует привлечению иностранных инвестиций. Суверенитет нашей страны невозможен без возрождения духовных, нравственных, религиозных и исторических ценностей. Не случайно поэтому с первых дней независимости Узбекистана, наряду с политическими, социально-экономическими преобразованиями, особое внимание уделялось и уделяется возрождению духовного наследия и культурных ценностей народа. Духовное совершенствование общества, формирование идеи национальной независимости, стало составной частью укрепления суверенитета Республики Узбекистан. Особое место в развитии духовных, культурных ценностей, воспитание всесторонне развитой молодежи занимает возрождение наследия великих предков народов Узбекистана. В этом плане следует подчеркнуть большое значение празднований юбилеев Аль-Ширан-Наваи, Машраба, Улу-Бека, Амир-Тимура, Аль-Фарани, Имама-Аль-Бухари, Мангуберды, и других празднований юбилейных дат древних городов Термеза, Шахизапса, Корши, Самарканда, Маргеланда и Ташкент. Мемориальные комплексы и памятники, выдающимся деятелям, воздвигнутые в Узбекистане в годы независимости, служат укреплению духовности общества. Росту у нашего народа, особенно молодежи, национальной гордости и национального самосознания. Огромным достижением явилось возвращение запрещенного праздника Новорот. Были восстановлены священные праздники Рамазан-Хаид и Хурман-Хаид, восстановление святого хаджа. В законе об образовании, принятом в 1992 году, народное образование рассматривалось как приоритетное направление развития суверенного Узбекистана. В августе 1997 года был принят закон об образовании в новой редакции и национальная программа по подготовке к кадрам. Эти базисные документы, создав необходимые условия для реформирования и развития всей системы образования, формируют свою современную непрерывную систему образования. Наука в Узбекистане имеет глубокий корень. Труды великих ученых нашей Земли в области астрономии и математики, географии и медицины, философии и правоведения, языкознания и поэзии используют учеными крупных научных центров мира. Учеными Республики созданы научные школы мирового уровня по важнейшим научным направлениям, в их числе исследования по математике, геологии и сейсмологии, молекулярной генетике, по комплексному изучению физико-химического состава вещества. Независимость открылась широкую дорогу к развитию спорта. Основные цели и задачи развития физической культуры и спорта в Узбекистане – это воспитание здорового молодого поколения, всемирное поощрение и развитие народных игр и видов спорта, активное вовлечение в физкультурные движения самых широких слоев населения, достижения организма и единства физического воспитания с практикой строительства общества. Распад СССР дал толчок к выходу на мировую арену Узбекистана. Внешне политическая деятельность Республики Узбекистан имеет важное значение для ее политической и экономической самостоятельности, укрепления суверитета и безопасности, и успешного решения острых социально-экономических проблем. Узбекистан последовательно осуществляет внешнеэкономическую политику, направленную на интеграцию ее экономики в мировое хозяйство. Правовые основы внешней политики Узбекистана закреплены в 17-й статье Конституции и получили свое дальнейшее развитие принятых законов. За прошедшие годы был принят целый пакет законодательных актов, указов президента и правительственных решений, заложивших правовые основы расширения внешних связей, либерализации всей внешнеэкономической деятельности, стимулирующих развитие экспортного потенциала Республики. В основе формирования внешнеполитических и внешнеэкономических связей Узбекистана лежат следующие основополагающие принципы. Во-первых, всемирный учет взаимных интересов при верховенстве своих национально-государственных интересов. Во-вторых, укрепление мира и безопасности, урегулированный конфликт мирным путем, соблюдение прав человека. В-третьих, равноправие и взаимная выгода, не вмешательство во внутренние дела других государств. В-четвертых, принцип открытости во внешней политике, вне зависимости от идеологических убеждений. В-пятых, признание приоритета норм международного права перед внутрикосударственным правом. И в-шестых, установление и развитие двусторонних и многосторонних связей. Таким образом, политика все больше открытости, приверженность к демократическим принципам, накладывает отпечаток не только на процессы демократизации социальной жизни республики, но и влияет на восприятие этих изменений в глазах мирового сообщества, тем самым формируя новый современный имидж республики Узбекистан. Спасибо за внимание. Продолжение следует...